В ходе обучающего семинара слушатели ознакомятся со спецификой деятельности профсоюза в свете изменений в уставе, практическими аспектами проведения отчетно-выборной кампании, деятельностью ревизионных комиссий профсоюзных организаций, работой с обращениями граждан и оказанием правовой профсоюзной помощи, осуществлением общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере охраны труда. Сегодня в Бресте реализуется образовательная программа повышения квалификации для двух категорий. Это председатели областных организаций отраслевых профсоюзов и председатели районных городских объединений профсоюзов. То есть орг структуры отраслевых профсоюзов, действующие в области, и наш межпрофсоюзный орган районное объединение как структура Федерации профсоюзов Беларуси в районах и городах Брестской области. В целом наш международный университет для профсоюзных кадров и актива реализует такие виды образовательных программ, как переподготовка по востребованным в профсоюзной работе специальностям, повышение квалификации как профсоюзных кадров, так и отдельных категорий профсоюзного актива. Это обучающие курсы, тематические, как правило, и обучение в организации. Это тогда, когда мы проводим обучение непосредственно в организации. В данный момент разрабатывается еще программа стажировки для председателей первичных профсоюзных организаций, которые были избраны буквально недавно. Обучение профсоюзных лидеров включает в себя изучение практических навыков организации управления профсоюзными структурами. Они осваивают методы организации, а также мобилизации работников и формирование единого фронта для защиты и продвижения их интересов. Современный руководитель, включая профсоюзного руководителя, должен быть в курсе сегодняшних быстро меняющихся ситуаций в социуме, в законодательстве. Поэтому эта переподготовка идет вот в этом контексте. Вместе с тем, полученные теоретические знания на этих курсах надо подкрепить какими-то реальными примерами. Поэтому мы взяли два предприятия. Это наше машиностроительное частное предприятие, где сильные профсоюзные традиции компа. Посмотрим именно там, как решаются вопросы охраны труда. Ну и наше государственное предприятие «Бритский водоканал», где очень хороший социальный пакет именно в рамках коллективного договора. Я не сомневаюсь, что эти занятия полезны будут для всех руководителей. А здесь все регионы нашей Брещины. И хочу отметить высокое качество наших выступающих, товарищей, которые приехали из Федерации профсоюза. Опытные педагоги, опытные профсоюзные активисты. Поэтому это все очень интересно. Профсоюзных лидеров также ознакомят с актуальными изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс Республики Беларусь с нюансами использования персональных данных в коллективах. Отдельный блок посвящен информационной работе. Необходимо понимать, что на сегодняшний день профсоюзное движение страны – это 15 отраслевых профсоюзов и 24 фактически тысячи первичных профсоюзных организаций. Причем часть этих организаций создана буквально недавно. Будем так говорить, буквально за последние годы было создано порядка 5000 новых первичных профсоюзных организаций. И поэтому мы понимаем, что необходимо уделить внимание вот этим новым структурам. Потому что от того, как там будут работать первичные профсоюзные организации, будет зависеть дальнейшим авторитет профсоюза в целом. Потому что на определенном этапе эти предприятия могли работать вообще без участия профсоюзов. То, что касается действующих профсоюзных организаций, созданных достаточно давно, то здесь тоже появляются новые профсоюзные лидеры. Сменяется поколение профсоюзного актива и оно нуждается в постоянном обучении. Кроме того, даже если работают у нас достаточно значительный период одни и те же люди, тем не менее подходы к профсоюзной работе, они постоянно меняются. Впереди практическая часть семинара – презентация опыта работы в сфере коллективно-договорного регулирования первичной профсоюзной организации, предсводоканал и общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, машиностроительное предприятие, компа. Об этом и не только смотрите в субботу в программе «Итоги недели». Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Монтович, Новости Бреста.